Продолжение следует... 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 Чтобы такая идея в голову не приходила, мы двигаемся дальше, даже несмотря на то, что Алексей сегодня не смог приехать. Приедет ли он в другой раз в Краснодар, обязательно, и до конца компании, я думаю, еще не раз. Это первое. Так что всех, кто хотел с Алексеем сделать селфи, обязательно получит возможность это сделать. Тут ехать 3 часа от Ростова в Краснодар. Вы рассаживайтесь, я вижу, что какие-либо еще есть проплешины, находите свободные места, садитесь. На самом деле, это у нас первая встреча вот в таком формате, вот 16 штаб мы открываем, 15 предыдущих были стоячие, создает немножко другую атмосферу, и на самом деле чуть-чуть непривычно. Но я думаю, что мы справимся, ну и вам удобнее. С чего хочу начать? Как мы сегодня построим работу? Я расскажу о работе штаба и о задачах штаба. Я отвечу на любые ваши вопросы об этом, как будет строиться работа штаба. Суть нашего мероприятия, запуска штаба, поговорить о рабочих моментах. Штаб, волонтеры, их взаимоотношения, как будет устроена работа. Это самое важное. Для этого мы вас попросили прийти, и поэтому мы очень благодарны вам, что вы пришли. Кроме того, я постараюсь ответить на любые другие вопросы, политические. Это делает всегда Алексей, и у меня может не всегда получиться за него ответить, но я приложу к этому все усилия. Придется мне сейчас попробовать отработать и за себя, и за этого парня, но надеюсь, что получится. А еще организационное. Так вы, наверное, догадались, сам штаб не здесь. Штабы у нас скромные, мы орендуем совсем небольшие помещения. Мы должны очень рационально распоряжаться нашим ограниченным бюджетом и теми деньгами, которые вы нам присылаете. Есть ли штабы, кто жертвовал деньги на карбане? Спасибо вам огромное. Низкий поклон. Вот мы пытаемся к этим деньгам относиться очень бережно, и наше помещение совсем небольшое, но такое, какое нужно для работы. И мы, в общем-то, уже достаточно давно проводим открытие не в штабах, а в специально арендованных залах. Адрес штаба, чтобы не набрать. Геннадийская 60, по-моему, нет. Красная 165. Красная 165, дробь 1. И координатор штаба, Мирослав Горькович, иди штаб. А, Мирослав, тоже ответит на все вопросы по работе штаба. Мирослав, как и я, 10 суток отдыхал. А, в конце 26 марта, так что он полон, я надеюсь, сил и энергии. Причем этот штаб мы открывали фактически за 2 дня, после того, как я вышел. Ну, то есть я не знаю, насколько в Краснодарском ИВСе менее комфортно, чем в Московском. Московском было, честно говоря, довольно хорошо. Я прочитал больше книжек, чем за 2 предыдущих года вместе взяли. От компании заедут? Навального нет, Навальный еще сидит. В спецприемнике. В спецприемнике. У меня было из 10 человек 6 сильно сидевших, а 3 вообще полностью синих абсолютно. Ну, это fine, тебя все равно никто не слушает, что ты тут распинаешься? У тебя время некуда потратить? Итак, штаб. Красная 165, дробь 1. С понедельника по субботу. Работает с 11 до 20. Всегда к вашему слову. Это, собственно, главное. Еще одно вводное замечание, которое прямо вот просятся сделать. Ну, вот все эти спекуляции. Вот в Ростове реально было, ну, там, не скрою пережили некоторое количество прямо неприятных моментов, когда там к нам ломилась достаточно ожесточенная толпа, и ее там не сдерживала никакая полиция. Здесь все не так страшно, и гораздо более мирно все проходит к нашему... Да, есть казаки. Но, тем не менее, может сложиться ощущение, что это, там, не наша территория. Типа, там, Навальный должен рассчитывать, там, в Москве, Питере, не знаю, в Новосибирске, в Екатеринбурге, там, собрать много голосов, много сторонников. А вот, не знаю, Краснодар, Ставра были... Вот еще люди пробрались. Какая-то периферия. Город Краснодар является единственным немиллионником, который входит в топ-10 по посещениям блога Навального, по просмотрам видео Навального и по пожертвованиям на компании Навального. То есть... Нет, ну, сам город 800 тысяч, 800 тысяч, 800 тысяч. Это официально. Нет, ну, мы... Статистика, статистика, это идет по самому городу. Короче говоря, Краснодар находится уверенно в топ-10 по поддержке, даже немножечко там, ну, на шестом месте в таком-то... Это еще не все. Это не все, половина в коридоре не могут пройти, и место встречи изменили. То есть, мы находимся в городе, в котором у нас все хорошо с поддержкой, и в городе, в котором люди, собравшиеся здесь, сейчас, в этом зале, и только они являются главной ведущей политической силы. В это не очень просто поверить, это не очень просто осознать, но это так. Доказывается на цифрах. Вы знаете, что на сайте компании в целом у нас сейчас уже зарегистрировано больше 70 тысяч волонтеров. В этом зале сейчас уже, я посчитал перед началом, 140 стульев, значит, около 200 человек. Около 200, плюс в коридоре еще некоторые. Зарегистрировано около 500 волонтеров в Краснодаре. Я не говорю про край, в краю еще очень много. Я сейчас говорю даже только про город Краснодар. Не существует ни одной политической силы в России, у которой процедур есть 500 волонтеров. Левые, правые, синие, зеленые, коммунисты, националисты. Не важно. Ни одной политической силы этого нет. Просто нет. Это первое. Второе. Что такое 70 тысяч волонтеров? Не дают зайти. Я думаю, что там в декабрю будет 200 тысяч волонтеров. Проплаченные студенты блокируют. Но даже сейчас 70 тысяч. Кто имеет какой учебник уличной агитации раздачи листов? Остальные не получат. 70 тысяч волонтеров. Это значит, что мы можем раздать 7 миллионов листов в день. Просто вот за нефиг делать. Самая рейтинговая программа первого канала, пусть говорят, в среднем, шурыги мы не считаем, в среднем 4,4 миллиона просмотров. То есть один день раздавали листовки, фигакс, и умыли первый канал. 70 тысяч волонтеров – это возможность в соцсетях за неделю дотянуться до 14 миллионов человек. И Киселев Соловьев плачет и нервно будет в торопи. Нельзя проявлять агрессию, как мы их растолкаем. Им это и нужно провоцировать. Полумиллионам человек, родственниками и близкими друзьям. И это больше, чем АИВ «Комсомольская правда», «Московские комсомолицы» и все вот это осталось. То есть это уже есть, и при этом это еще выросло. В это надо только просто немножко поверить. Чтобы легче было в это поверить, ну посмотрите, кто видел вот эти свежие левадовские цифры. Мы только начали кампанию. Мы выпустили первый фильм в рамках именно президентской кампании, да, фильм про Медведева. Мы открыли первые 15 штабов из семейских будущих. Узнаваемость выросла в полтора раза, рейтинг вырос в два раза, да, если вы видели этот левадовский опрос. То есть это так работает. Ты делаешь, ты вкладываешь усилия, ты агитируешь, ты рассказываешь, люди узнают, начинают интересоваться. Уже вызвали. Растет рейтинг. В этом нет никакого специального секрета. Это то, что мы делали в Москве на ВК в 2013 году, когда мы там за два месяца прошли от 3% до 27%. Это то, что мы хотим на полном серьезе, без всякой задней мысли, без всякого плана Б, сделать в масштабах страны в предстоящий год до 18 марта 2018 года. Это сложно, но нет никаких сомнений в том, что это делается. Если вы немножечко поверите. Что-то здесь, тут медленный багдон, смотрим, он вышестый. Штаб. Причастку его, конечно, не пипят. На все 77 штабов, которые нам предстоит открыть, а Краснодарский штаб только 16-й. То есть мы еще четверти не сделали. У нас западжетировано, по нашему очень скромному финансовому плану компании, если мне не изменяет память, 207 штабов. Четыре штабовки на город-миллионник, три штабовки на полумиллионник, две штабовки на небольшой город. Больше не можем себе позволить. У нас есть финансовый план, по которому мы должны собрать, ожидаем собрать 150-200 миллионов рублей пожертвованиями в 2017 году. Сейчас мы собрали чуть больше 35 миллионов. То есть мы как раз идем примерно по этому графику, 12 миллионов рублей в месяц. И вот исходя из этого плана 150 миллионов, там три главные статьи затрата. Это аренда помещений, зарплата координаторов и агитационный материал. Тот минимум-миниморум, без которого никак нельзя вести политическую компанию. Так вот, три человека, которые будут работать в Краснодарском штабе на ставке, Мирослав и еще два человека. Они не начальники, у нас нет должности, начальник штаба. Они координаторы, и они точно не смогут сделать ту работу, которую хотят сделать. А тремя людьми, какой город не заагитируешь, или пятью людьми, такой край третьего населения не заагитируешь, а что будет штаб в Сочи на две ставки. Их задача координировать. Мы платим на зарплату, чтобы они всегда были рядом, чтобы они всегда отвечали на любой ваш вопрос, давали любые агитационные материалы, помогали советам, помогали юридической помощью, помогали, 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 но помогали вам в том, что делать будете. Мы платим на зарплату, чтобы штаб был открыт в удобное время, с 1-10 до 20 каждый день, кроме воскресенья, чтобы вы туда всегда могли прийти за советом, на какой-то семинар, с каким-то вопросом, просто захватить пачку листов для своего приезда. Задача координаторов, Мирослава и его команда, вот этого нашего минимального такого костяка избирательной компании, это собрать из вас всех самую лучшую и мощную в России агитационную машину. На это уйдет время, но эту машину мы соберем, и она потихонечку поедет. Что значит собрать агитационную машину? Это значит, что в течение ближайшего месяца координатору и его команде предстоит с каждым из вас, и вообще с каждым из тех, кто записался в волонтерах компании, уже в помещении штаба, уже в режиме там один на один с глазом на глаз, поговорить, чтобы узнать. Я студент, и у меня сейчас нет времени, но летом у меня будет 3 месяца, и я не боюсь идти просто на уличную агитацию и раздавать листов. А я казак, и готов ввести агитацию, распространить материалы среди своих сороков. А я пенсионер, но я при этом старше подому, и мне не составит труда каждый день раскладывать листовки в почтовые ящики и говорить со своими соседями. А я работаю, но у меня будет летом неделя, и я ее готов посвятить агитацией. Мирослав научит меня, как это сделать, чтобы эту неделю потратить максимально эффективно. А я, не знаю, программист, а у меня есть машина, на которую я наклею наклейку. А я поеду на лето к бабушке в Топсе, и готов там агитировать. А я готов делать 20 минут в день, но зато каждый день, и что-то по плану в интернете. А я, не знаю, там интроверф, но я готов сидеть в штабе и помогать с сервисами табличками. И так далее, и так далее, и так далее. Вот он должен будет с каждым поговорить, понять то, что он может делать, каждого завести в соответствующую табличку, и потихоньку, потихоньку, потихоньку из вас собрать вот эту вот агитационную машину. Другой у нас нет. У нас нет телевизора, у нас нет газеты, у нас нет радио. Если мы соберем такую агитационную машину, если штаб ее сможет скоординировать, о чем я не сомневаюсь, то она поедет и окажется, как я уже говорил, это следует из тех цифр, которые я приводил, агитационные машины гораздо более эффективные. Один внутри, остальные в коридоре. То есть вот в чем заключается суть работы и суть задач штаба на ближайший месяц. Вы можете сами в любое время ходить на красную 165-1. Если там поток иссякнет, штаб будет делать рассылки, обзванивать, писать письма и приглашать. Но первая задача штаба, когда-то не странно звучит, за первый месяц, просто с каждым познакомиться, поговорить и понять, кто как готов, чем помогать, участвовать в компании. Забрендировать. Я сейчас ехал, чей портер забрендированный? Такой с синим тентом. Круто. Забрендировать, блин, портер или газельку. Офигенно. Этот портер сзади не увидит. Ну как я сейчас на улице увидел. Нашего микроорганизма сзади не увидит. 500 человек. И это будет походу. Ни за что его посадят? Максимум на 15 суток, ни за что. 100 разных способов как-то помочь компании, как-то внести свой вклад. Ярослав про них все знает, вам расскажет. И у нас все получится и по ним. Это первый месяц. Что дальше? А дальше мы не забываем по базовую задачу штаба на этом периоде. У нас все-таки пока всего лишь кампания за допуск Алексея Навального клуба. Вы знаете ограничение законодательства. Выборы состоятся 18 марта 2018 года. Это значит, что по закону назначение выборов состоится в период с 18 по 28 декабря 2017 года. Это значит, что сбор подписей выпадет на период времени примерно с 5 по 20 января. У Навального нет условий. Навального просто задержали на 15 суток. Вы достаточно хорошо знаете, что такое период времени с 5 по 25 января. И надо, наверное, никому не надо объяснять, что мы не подписываемся в северене, если мы проделаем огромную подберутную работу и заранее не перепишем всех-всех-всех-всех-всех людей, которые согласятся нам поставить подпись и прямо, не знаю, там, составим какое-то расписание и выдадим каждому там мобилизационный конвент. Ты приходишь в штаб 5 января в 11.45, ты приходишь в штаб 5 января в 11.50, ты приходишь в 11.55, подпись крови. Ну, то есть, примерно так. Я, может, не очень демонстрирую, но это известно. Такую работу в такие сжатые сроки нельзя сделать, если она абсолютно досконально не подготовлена. Сейчас у нас, вы знаете, нам надо собрать 300 тысяч подписей, не более чем 7500 одного субъекта федерации. В этом смысле Краснодарский край находится в дико привилегированном положении. Регион, который находится на третьем месте по населению в стране, здесь никакой проблемы со сбором этих 7500 подписей нет, они, на самом деле, уже почти давно все есть. Но дальше надо выкинуть те города, где нет штаба, какой-то будет процент кусушки, утруски, те, кто не придет, не сможет. Это та ситуация, когда запас карманной цены. В городе Краснодаре у нас сейчас пока на сайте зарегистрировано около 3000 человек. И это тоже очень хорошо, это очень хороший показатель. И, грубо говоря, после первого месяца, после того, как штаб познакомится со всеми, с каждым поговорим. И вот оформируется контура, иначе чудливые странные, тут что-то торчили, здесь что-то дальше. У него нет слов, кем-нибудь снять полностью. Но, тем не менее, когда оформируется контура этой агитационной машины, и она будет у него условно для срока. Перед ней встанет следующая понятная задача. Штаб начнет приглашать будущих подписантов, тоже по одному, подписывать согласие на передачу персональных данных, брать копию паспорта, проверять эти паспорта по всем базам. То есть уйдет вот в эту прутинную техническую работу. Это будет работа с теми 3000, которые уже зарегистрированы. А агитационная машина как раз уже будет ближе к лету, у студентов появится больше свободное время и так далее. Агитационная машина будет заниматься тем, что приведет на сайт и зарегистрирует еще 3000 человек, ну или 5000 человек, чтобы у нас все было запасно. Вообще говоря, мы перед краем ставим план типа 6 Краснодарей и 2,5 в Сочи, по-моему. Но это плюс-минус и может в общем-то варьироваться. Больше, больше, лучше. 3000 в Краснодаре у нас есть, за лето на агитируем еще 3000. У него нету с лоски, ему ее сняли. Полностью сняли весь условный срок с него в европейском суде. Это техническая работа, но без идеальной подготовки ее не решить. Мы тем временем закончим развертывание всей вот этой экосистемы, структуры штабов. Мы откроем все 77 штабов, я думаю, примерно к середине июля. И после небольшого отдыха мы поедем уже во второе турне. Сейчас мы встречаемся с вами в формате... Как минимум борьбу с коррупцией. ...поговорить про работу и про задачи. А дальше уже будут поездки в формате предвыборных встреч с избирателями. Более широкого агитационного формата. Но обязательно причем приедем. И, наконец, еще одна важная задача штаба. Это обучение наблюдателей. Понятно, что без наблюдателей все это тоже не имеет большого смысла. Я не буду сейчас углубляться. Этим мы займемся немножко позже. Опять же, у кого здесь есть наблюдательский опыт? Ну, отлично. Будет несложно. Очень у многих он есть. А у кого нет, научим. Это достаточно приятная и, на самом деле, хорошая часть всей нашей работы. Особенно потому, что мы надеемся, что 18 марта 2018 года мы будем защищать на участках не абстрактную справедливость, а абстрактные честные выборы, а наши выстраданные голоса, за которые мы побоемся, за которые мы заработаем. Нам чужого не надо, но свои голоса нам надо будет защитить. Вот, собственно говоря, то, что я говорю на открытии каждого штаба. Нет никакого плана В, нет никакого секрета специального. Многие этого не понимают, но на самом деле политика – это штука, которая работает очень просто. Идейные люди идут и рассказывают другим людям о тех ценностях, которые они разделяют, и их убеждают, переубеждают и побеждают. Там нет никакого специального секрета. И у каждого штаба есть три простых задачи – агитация, подписи, наблюдатели. Нет никаких других задач. И каждый из штабов способен эти задачи абсолютно решить, если вся работа по организации и координации волонтеров будет хорошо организована. У меня по Краснодару в этом нет никаких санкций. Это вот такие самые базовые вещи по технологии. Давайте пару отступлений. Казак в другом ряду, на первом ряду сидит. Не могу. Потом. Открываем отдельного штаба в Адыгее. У нас, на самом деле, опять же, чисто формальный подход. Адвокатом он уже не работает. У него забрали лицензию после судимости. В России есть 90 городов численных населения, больше 200 тысяч человек. То есть, опять же, нам надо экономить ресурсы. Поэтому мы открываем, чтобы только в больших городах, где есть много подписей. Ну, то есть, арендовать помещение, что в маленьком, что в большом, стоит примерно одинаковых денег. Но в большом городе это помещение соблюдает большие. Не, наше. Поэтому мы ориентировались на большие города. И из этих 90 городов мы откинули, ну, там, типа, Грозный, Махачкил, Лунальчик. Города, где мы не можем гарантировать безопасность сотрудников штаба. И откинули вторые города в регионах, где есть город-миллионник. Потому что 7500 собираются легко в любом миллионе. То есть, нет у нас на карте Нижнего Дагила в Свердловской области, в Монидогорском, в Челябинской области. В понедельник. В понедельник. В Каганроге. В простых делах. Но вот в Сочи уже, по этому критерию у нас попало, в Сочи мы в штаб открываем. Майкоп не попал, потому что не было содержимое население. Мы не можем себе позволить таким рассматривать ресурсы. Но мы собираемся делать такую историю, как народные штабы. То есть, когда люди самоорганизуются, снимают какое-то небольшое помещение. Или есть там помещение, не знаю, какое-то место, какое-то редакции или даже там кафе. Мы готовы тоже, мы не готовы там финансировать это, не готовы тратить деньги, потому что бюджета иногда нет. Но, скажем, снабжается аккредитационными материалами и делать там тоже сборную и верификацию подпись. Мы готовы. То есть, это Майкопа, это касается Туапсе, нам оттуда писали, что хотят тоже такой народный штаб открыть на Россию. То есть, мы надеемся, что вот именно здесь, вокруг, такого будет много. Но, конечно, я особое внимание уделяю Адыгея, потому что Адыгея очень ценна тем, что это отдельная субъектная федерация. Это нам дает очень ценную подпись из-за вот этого ограничения, что мы должны собрать 300, но не более чем 700 с одного субъекта. Чем больше субъекта, тем и для нас лучше.